Работа по перекладке тепловых сетей в Самаре идут рекордными темпами. Пять новых точек, где будут новые трубы, появилось в эти выходные. На улице Гагарина раньше перебои с теплоснабжением были регулярными. Теперь гарантия на много лет. Жители домов ждут новых комфортных условий жизни. Ну, конечно, положительно. Конечно, положительно. Кто не любит тепло зимой? Конечно, положительно. Только за... Ну, дорога здесь, да, конечно, немного сейчас... Ну, южно сделают. Ну, конечно, сделают. Я только за. Конечно, довольны. Вы обратили внимание, у нас и двор сейчас реконструируется. Конечно, очень довольны. Рады в предвкушении, что будет новый двор и новая теплотрасса, конечно, да. Мы очень рады, что такие работы ведутся в городе. Трубы, которые достают из-под земли, порой ломаются легче, чем деревянные. Не мудрено, что жители то и дело жаловались на то, что батареи едва теплые или вовсе холодные. Но теперь эти проблемы уходят в прошлое. В этом году выделено 2 миллиарда рублей на перекладку как тепломагистралей, так и внутриквартальных тепловых сетей. В Самаре этим летом должны заменить 20 километров трубы в обоих направлениях. Это участок на улицу Новосадовой. Пробки, которые возникли из-за ремонта, в эти выходные уже рассосались. А это участок на улице Запорожской. На протяжении последних 30 лет столь масштабных работ в городе не проводилось. Перекладка достигала. Если по магистральным сетям она была в объеме 4-5% от протяженности, то, будем говорить, если берем сегодня квартальные сети, муниципальные, а более того, что мы бесхозом очень много приняли в данной ситуации, то там вообще перекладок не было. Был только один аварийный ремонт. Порвалась труба, сделали, не порвалась и тому подобное. Поэтому сейчас переход на Алькотеню дает опережающими темпами вести перекладки и в данной ситуации кардинально поднять надежность теплообеспечения. Обновление теплотрасс – задача, которую обозначил в своем послании губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона особо отметил значимость работы, которую муниципалитеты должны проводить с ресурсоснабжающими организациями по пересмотру инвестиционных программ. А с Нового года Самара входит в единый ценовой пояс, что само по себе требует перехода к повышенным стандартам качества теплоснабжения. Светлана Кудрявцева, Олег Зверев, Максим Гусев. События.